Роднукины, пока многие задумываются над тем, что круче поп-ит или симпл-димпл, настоящая интеллигенция задумывается над более глубокими вопросами. Что круче, Xiaomi или Samsung? И сегодня мы с вами в этом попробуем разобраться. Сравним монстра автономности Samsung Galaxy M32 и бюджетный игровой смартфон Xiaomi Poco M3 Pro. Меня зовут Роман, вы на канале Softouch, поехали! Оба смартфона выполнены из пластика, с пластиковой задней крышкой и пластиковой рамкой. По дизайну каждому своё, но лично мне внешний вид M32 напоминает бюджетный Huawei P40 Lite. У Poco задняя крышка выглядит намного интереснее за счёт отдельно выделенного блока основной камеры. Оба смартфона получили разъём 3,5 мм для наушников, но не получили влагозащиту. Ожидаемо комплект интереснее у Xiaomi. Силиконовый чехол, наклейки и зарядная мощностью 22,5 Вт. Хотя сам смартфон не поддерживает такой мощности. Наверное, на вырост. У M32 в комплекте только зарядный блок и кабель. Здесь явный перевес в сторону Poco M3 Pro. Смартфон имеет богатый комплект и выглядит уникальнее. Экраны смартфонов отличаются. Если у Samsung установлен модный нынче Super AMOLED, то в Xiaomi IPS. Это нельзя назвать преимуществом, ведь обе матрицы имеют свои недостатки. У AMOLED это шим на низкой яркости, у IPS посредственная контрастность и глубина чёрного цвета. По размеру дисплей немного больше у Poco. 6,5 дюймов против 6,4 дюйма у M32. Разрешение и формат идентичны. Full HD Plus 20 на 9. Плотность пикселей немного выше у Samsung. 411 на дюйм против 405 у M3 Pro. Хотя оба экрана достаточно качественные и зернистости я не наблюдал. Известно, что экран Xiaomi защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Плюс на него наклеена заводская защитная плёнка. В случае M32 плёнка тоже есть, но производитель о защите дисплея ничего не указывает. Как и M32, Poco поддерживает частоту обновления 90 Гц, которую можно понизить до стандартной 60 Гц ради экономии энергии. А вот яркость очевидно выше у M32. 800 нит против 500 нит у Xiaomi. 500 нит не худший показатель, но при прямых солнечных лучах уже будет намного сложнее рассмотреть, что происходит на экране. Тёмная тема интерфейса у M32 будет экономить заряд аккумулятора. У Poco M3 Pro она тоже есть, но обеспечит вам лишь больший комфорт для глаз. В плане экрана сложно выделить победителя, но для меня фаворитом стал Samsung Galaxy M32. Как ни крути, AMOLED матрица более яркая, контрастная, насыщенная, несмотря на неотъемлемые недостатки, шим и выгорание. Poco M3 Pro работает на 7-нанометровом MediaTek Dimensity 705G с видеочипом Mali-J57. Версия флеш-памяти UFS 2.2. Есть две конфигурации 4.64 и 6.128. Мне на обзоре версия на 6 гигов оперативы, которая в тесте Antutu набрала 274 тысячи баллов. На Poco M3 Pro вы сможете поиграть в требовательные игры на средних настройках графики. Хотя в такие проекты, как Genshin Impact, всё равно придётся играть на минимальных настройках ради стабильной частоты кадров. Работает Poco на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. M32 получил 12-нанометровый MediaTek Helio G80 с видеочипом Mali-J52. Версия флеш-памяти и MMC 5.1. Известно о двух конфигурациях 4.64 и 6.128. Официально в Украине будет продаваться версия 6.128. И эта версия у меня на обзоре в Antutu набрала 188 тысяч баллов. В требовательные игры вы сможете поиграть на минимальных настройках графики, в лучшем случае на средних. Работает смартфон на Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Стоит уточнить, что стресс-тест Antutu показал сброс частоты при интенсивной нагрузке на обоих смартфонах. Поэтому в продолжительных игровых сессиях стоит ждать троттлинга. Внутреннюю память M32 можно расширить картой microSD, установив ее в отдельный слот. У Poco M3 Pro карту памяти можно поставить только вместо одной из сим-карт. Poco M3 Pro доказал свое звание бюджетного игрового смартфона. Если вы планируете много, долго и часто играть, стоит выбрать его. Что касается коммуникаций, здесь фактически все идентично. Wi-Fi модуль, который поддерживает стандарты ABGNAC и NFC модуль для бесконтактной оплаты. У Samsung M32 Bluetooth версии 5.0, у Poco M3 Bluetooth версии 5.1. Сканер отпечатков пальцев у смартфонов находится в кнопке разблокировки экрана. Это довольно удобное решение, которое работает быстро и корректно в обоих случаях. Доступна и разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры, которая работает неплохо при хорошем освещении, но может не сработать в сумерках и тем более ночью. Что касается камер, Poco M3 Pro получил следующий набор. Основную на 48, макро модуль на 2 Мп и TOF модуль на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп. У Samsung M32 набор побогаче. Основная камера на 64 Мп, ультраширокоугольная линза на 8 Мп, макро модуль на 2 Мп и TOF модуль на 2 Мп. Фронталка здесь на 20 Мп. Итак, друзья, на оба смартфона я сейчас снимаю видео с разрешением Full HD, 30 кадров за секунду. На обоих смартфонах у меня включена стабилизация изображения в настройках. И пока что сейчас на превью изображение более плавное на Pocophone. На M32 как-то немного дергается изображение, это странно. Давайте попробую поднимусь по лестнице, чтобы вы посмотрели, как оно гасит, например, шаги мои. Мне все равно кажется, что на Pocophone изображение плавнее, чем на Samsung M32. Давайте развернусь, вот как против солнца он снимает. Сейчас солнца, правда, особо нет. Но все равно посмотрим, как оно выделяет объекты, как работает экспозомер. Вот видите, на Samsung немного лучше работает экспозомер, либо режим HDR на видео даже срабатывает, потому что у нас небо как-то более лучше видно детализирование, видно даже облака. Давайте попробую подниму прям. Ну вот, на Samsung немного лучше. А где вам больше нравится цвет, детализация? Где вам больше нравится встроенный микрофон в смартфоне? Своё мнение пишите в комментариях, я с радостью почитаю. И сейчас покажу вам фронтальные камеры. Что, друзья, на фронтальных камерах также без сюрпризов. Вы можете снимать видео с максимальным разрешением Full HD, 30 кадров за секунду. У нас фокусное расстояние, как видите, немного больше. Больше на Samsung M32, больше помещается в кадр. На Покафоне такое стандартное, я бы сказал, портретное фокусное расстояние, когда видно только лицо человека, всё остальное. Ну, такое довольно узкое фокусное расстояние, так сказать. Есть ли стабилизация изображения на фронтальных камерах, пока непонятно. Мне кажется, что на Покафоне немного есть, потому что, вот видите, лицо плющет. Эта электронная стабилизация, скорее всего, так работает. На Samsung M32 такого нет. Лицо не плющет, если вот сильно вот так вот со стороны в сторону шататься. Мне больше цвета нравятся на Samsung. На Покафоне как-то всё экспозомер очень странно работает, потому что у меня лицо слишком светлое. Давайте немного пройдусь сюда. Ещё посмотрим стабилизацию. Вы видите значок динамика такой слева, слева либо справа от названия модели телефона. Это значит, с какого смартфона сейчас вы слышите звук. И можете в комментариях, опять же, написать звук, с какого смартфона вам нравится больше. И, в принципе, картинка, с какого смартфона больше подходит, например, для ведения соцсетей. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео до конца. Давайте я в следующем видео ещё покажу вам разницу между широкоугольным объективом и обычным, потому что на Покафоне широкоугольного объектива нет, а на M32 он есть, и на него вы можете снимать видео. Вот, друзья, сейчас съёмка на M32 на ширик, на поквы, на основную камеру, ведь ширика здесь нет. Такая картинка. На M32 на ширик также можно снимать видео с Full HD, 30 кадров за секунду. Тут никакого ограничения нет. Я так понимаю, что здесь также есть стабилизация изображения, потому что оно так немножко плющится, либо это такое вот улучшение, как бы убирает искажение объектива по краям. Возможно, возможный такой вариант. Вот такая разница. Вы можете сразу посмотреть, подумать, нужен ли вам широкоугольный объектив. Мне кажется, что нужен, я бы лично им пользовался. Большая ошибка инженеров Покафона в том, что они не добавили сюда ультраширокоугольную камеру, а установили, как по мне, абсолютно бесполезный макромодуль, которым я пользовался раз во время теста. В целом, снимки на Poco мне показались менее привлекательными, поэтому лайк за камеру уходит в сторону Samsung Galaxy M32. Poco M3 Pro получил батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. И самая интересная версия для индийского рынка Samsung Galaxy M32 получил аккумулятор объемом 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. А вот в глобальной версии у нас аккумулятор объемом 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Правда, даже в глобальной версии нам положили блок зарядки на 15 Вт. И поэтому более мощный блок для быстрой зарядки придется покупать отдельно. Либо же взять у друга, который купил себе Poco M3 Pro. В синтетическом тесте Geekbench при максимальной яркости экрана и максимальной нагрузке на процессор полная разрядка у M32 заняла 11 часов и 17 минут, а у Poco M3 Pro 9 часов и 36 минут. В настройках вам будет доступен режим энергосбережения, который можно установить на максимум. Тогда при включении энергосбережения смартфон ограничит фоновую активность приложений и частоту процессора, упростит анимации и внешний вид интерфейса, снесет яркость экрана, хотя вы можете пользоваться любыми избранными приложениями. Вам будет доступен выход в интернет и звонки. Заряд аккумулятора при этом можно растянуть от 3 до 5 дней автономной работы. Тут ничего не попишешь. M32 явно выигрывает в вопросах автономности, даже несмотря на AMOLED матрицу более яркую, которая должна была быстрее посадить аккумулятор. Но не посадила. Друзья, давайте подведем короткий итог. Если вам нужен смартфон с хорошим, ярким, насыщенным экраном с AMOLED матрицей, с хорошей автономностью и хорошей камерой, а также с возможностью поставить карту памяти, помимо двух сим-карт, то надо брать M32. Если же вы ищете смартфон для игр, с полным боевым комплектом для повседневного использования, а также с IPS-экраном, который не мерцает и не выгорает, то стоит посмотреть в сторону Poco M3 Pro. Какой из смартфонов вам понравился больше, свое мнение пишите в комментариях, я обязательно почитаю. Также, если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. И, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и стучите в колокольцы, чтобы ничего не пропустить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ